Ого, перед доской объявлений собралась целая толпа, дайте посмотреть, пустите же! Я не ожидал, что различие в голосах будет столь наразительно, я думаю, что победит Масака, учитывая, что воинский дух — это уникальное надзумское состязание. Как я и предполагал, как-никак сделала госпожи Арит новый бестселлер. В книге присутствует не только интересный сюжет, но и уникальные иллюстрации нарядов Исуантейна. Да, кроме того, вам кажется, что госпожа Арит похожа на госпожу Комиссата? Ну, госпожа Арит всегда стремится превзойти других, но любит шутливые розыгрыши, что делает ее полной противоположностью госпожи Комиссата. Впрочем, будет интересно посмотреть на госпожу Комиссата в наряде Исуантейна. О чем это они говорят, пойму, ничегошеньки не понимают. Смотри-ка, есть несколько вариантов на выбор, пожалуйста. Это Китсун и Гудзи, дело госпожи Арит. Ага, погодите, разве они не говорили, что выбор будет между четырьмя сезонами Инадзумы? Когда они успели перейти к косплейным нарядам из легких романов? Может, у них поменялись планы? Файман хочет выяснить, что произошло, пойдем поищем Аяку Комиссата. А я Сиро. Комиссии Сиро. Так. Опять они там с костюмами что-то напутали, да? Ну-ка, давайте разберемся. Опа. Мне ужасно жаль, я... Это я перепутал ящики для голосования. К тому же, времени, когда господин Оно Дера вернулся из комментировки, результаты были объявлены. Ах, Папы Ги сохранит конфиденциальность, мы специально не указывали в бюллетенях название опроса, мне очень жаль. Не может быть, что-то пошло не так с голосованием за наряд. Макси Плей Пайман, вы тоже видели результат? И не мы одни, все только об этом и говорят, что же теперь делать-то? Госпожа, Комиссата, это целиком и полностью наша вина. Я сейчас же организую новое голосование, и мы исправим ситуацию. Ана Дора, подожди. Должно быть другое решение. Только организаторы знают об ошибке голосования. Общественность, похоже, ничего не заподозрила. Более того, мы не получили никаких жалоб на то, что наряды из популярных произведений появятся в показательном бою. Напротив, все расценили это как особый сюрприз. Учитывая, что нашей целью было вызвать интерес к состязанию ситуации, не стоит рассматривать как ошибку. Аяка, ты хочешь сказать, что... Да, я думаю, нам нужно извлечь максимум пользы этой ошибки в финальном показательном бою. Я надену тот наряд, который набрал больше всего голосов. Да, но это усложнит вам задачи, госпожа Комиссата. В отличие от одежды для занятий боевыми искусствами, наряды из романов не предназначены для боя. Боя. Это не вызовет затруднений. Платье из романа с фонтейном... С фонтейнском стиле не должно быть слишком тяжелым, так что это не отразится на моих умениях. Я постараюсь привыкнуть к нему, несмотря на то, что он отличается от привычных мне нарядов. Ого, Аяка. Такая спокойная, решительная. Да, я понял, в таком случае мы приступим к выполнению плана госпожи Комиссата. Наряд, который мы подготовили для встречи с читателями, будет подогнан под фигуру госпожи Комиссата. Мы позаботимся о том, чтобы он был полностью готов к показательному бою. Да, спасибочки. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Хм... Вот это проблема, Аяка. А ты действительно не будешь против того, чтобы надеть костюм какой-нибудь госпожи Комиссата в показательном бою? И ведь все не делаешь, это только ради нас, да? Пожалуйста, не волнуйся. На самом деле, мне спокойно и даже немного радостно. Раньше мысль о том, чтобы надеть шикарный наряд на показательный бой заставляла меня волноваться. Я обеспокоилась о том, будет ли это пристойное и смогу ли я оправдать ожидания зрителя. Однако, если я буду одет в наряд вымышленного героя, это не доставит проблем. Детектив из романа известен тем, что озорничает и поступает по-своему. Ага, все зрители, пришедшие на показательный бой, смогут по-новому взглянуть на традиционный облик. Так вот оно что, Аяка. И это еще не все. В глубине души я давно ждала того дня, когда смогу надеть что-то отличное от своих обычных нарядов. Я помню, как вскоре после нашего знакомства ты сказала, что в Манштадте, Лью-Е и других странах есть свои уникальные наряды. В то время я и представиться мне не могла, что однажды смогу припобывать во всех этих далеких местах. Но теперь все желания, которые раньше казались невозможными, не кажутся такими уж несбыточными. Кроме того, моя мама всегда интересовала класс снарядами из других стран. Теперь я смогу исполнить ее мечту. Если так подумать, то этот особый наряд действительно можно назвать серпизм. Ох ты ж, получается, что вся эта неразбериха с голосованием оказалась к лучшему, да? А теперь, когда все улажено, вам нужно подготовиться к выходу на арену. Да, я уверен, что у тебя все получится. А мы с Анодорой, Анодерой, тоже пойдем посмотреть твой бой на арене, как только будут сняты мерки для моего наряда. Необычное задание, да. Все это время обсуждали какие-то наряды. А не забудьте подписаться. На следующее видео, конечно же, мы попробуем... А кто у нас соперник, кстати? Ну, к секунду. Давайте посмотрим ради интереса. Третий день, кстати, да? О, Юнане! Кстати, это вопрос... Я про него расскажу чуть позже уже в следующем видео. А вы подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. И смотрите видео до конца, а также подписывайтесь на каналы, ссылочки которых находятся в описании к этому видео. Увидимся, ребят, пока-пока.